В сети появилось видео учебного боя французского Rafale S F-22 Raptor. Интересное видео снятое из кабины самолета появилось в сети. Автор ролика утверждает, что видео было снятое из кабины французского истребителя Rafale, проводящего учебный бой с американским истребителем пятого поколения F-22 Raptor. Ролик размещен на YouTube. Как видно, запись ведется через прицельно-навигационный комплекс французского самолета Rafale. Истребитель совершает маневры в воздухе, пытаясь занять выгодную позицию для поражения американского самолета. В то же время пилот F-22 во время маневра дважды попадает в прицел французского самолета, сумевшего, как видно, занять более выгодную позицию для атаки. При введении реального, а не учебного боя, американский истребитель мог быть уничтоженным ракетами французского истребителя, несмотря на то, что F-22 относится к пятому поколению самолетов, а Rafale к четвертому. Как сообщает ТК «Звезда», данный ролик подтверждает мнение военных экспертов о том, что американские стелс-истребители пятого поколения весьма слабы в ближнем воздушном бою, поскольку не предназначены для этого. Тактика применения таких самолетов основана на нанесении ударов с дальних дистанций под прикрытием стелса, а не участия в маневренных схватках, где они пасуют даже перед уже устаревающими машинами. Ранее называемые американскими военными экспертами королем неба F-22 Raptor постепенно теряют свои позиции в рейтинге самых смертоносных самолетов, пишут американские издания. Заявляется, что созданные еще в 20 веке самолеты очень сложно модернизировать, в то время как у России и Китая появляются все новые и новые системы ПВО, которые спокойно видят истребитель пятого поколения, несмотря на его малозаметность. Кроме того, сравнение F-22 с российскими самолетами четвертого поколения, такими как Су-35, показывает, что в реальном маневренном бою американский истребитель проиграет, несмотря на все свои передовые технологии, поскольку сразу теряет свое преимущество малозаметность. Американское издание Business Insider ранее писало, что несмотря на то, что ведение маневренного воздушного боя названо главной специализацией F-22, «Для реального боя самолету не хватает маневренности и вооружения». Отставной пилот ВВС США Дэвид Берг, в свое время летавший на F-22, рассказал, что по маневренности самолет сильно уступает многим иностранным истребителям четвертого поколения. При полетах на F-22, добавил он, «Нас всегда учили избегать маневренных столкновений с противником, а использовать преимущество истребителя незаметность». Также некоторые издания пытались сравнить американские истребители пятого поколения и российский новейший истребитель Су-57, однако не пришли к общему мнению, поскольку неизвестны все характеристики русского истребителя, тем более что на нем установлены двигатели первого этапа. Однако заявили, что в поединке F-22 и Су-57 победа останется за более опытным пилотом. Между тем еще в 2018 году командование военно-воздушных сил США официально подтвердило планы по масштабному перевооружению истребителей пятого поколения F-22, которые получат новое поколение ракет-класса «Воздух-воздух» также на F-22 будут установлены улучшенные боевые системы, позволяющие улучшить взаимодействие пилота с вооружением самолета. Именно система «Офф-бор-сайт» позволит пилоту контролировать заднюю сферу самолета и поражать цели в этой сфере не меняя курса самолета. Также заявлялось о внесении значительных изменений в авионику самолета. Кроме того, ВВС США не исключает, что какая-то часть F-22 может быть переоборудована в беспилотные истребители путем установки уникальной роботизированной системы, позволяющей удаленное пилотирование истребителя. F-22 «Раптор» — многоцелевой истребитель пятого поколения, разработанный для замены истребителя четвертого поколения. F-15 «Игл» — всего выпущено 187 единиц в период с 1997 по 2011 год. Являются самым дорогим истребителем в мире 146,2 миллиона долларов за штуку. В последнее время в западной прессе появляется все больше статей, направленных на увеличение финансирования военных программ. Различные издания почти в один голос запугивают обывателя и утверждают, что еще немного и эти страшные русские и китайцы догонят и обгонят великолепную американскую технику, если только не профинансировать создание очередного супероружия, до которого еще не скоро додумаются в России и Китае. Продолжение следует...